добрый день дорогие друзья а начинается наш урок пришло время нашего урока а прошлую неделю не удалось не удалось провести урок по вполне объективным причинам ну вот в эту неделю и также вопрос в том что если бы его подсоединение но пока что никто ничего не говорит я надеюсь что через несколько секунд может быть появится кто-то и тогда будет обратная связь и я тогда смогу каким-то образом отреагировать на то что происходит на прошлую субботу мы начали читать вторую книгу тары книгу шмот до рамба рамбан называет эту книгу книгой изгнана книга изгнание спасения сефер галудвы гула да в этой книге конечно же основной акцент самого начала делается на то что происходило в египте митраями рождение моисея муж и выход и 10 казней выход из египта ну и все последующее вплоть до получения тары значит пока что никого нет никто не реагирует ну ладно значит я не знаю можно значит каким-то образом тогда вот начать урок пока что никто не смотрит ну будем надеяться что потом в записи кто-то и это и увидит это в общем то и не важно да итак я сегодня с вами хочу поговорить о том что называется исход исход из египта я буду говорить не египет я буду говорить митраем для меня это важно митраем вот это понятие митраем в современном иврите это египет но митраем это не просто египет и об этом мы с вами будем говорить а история говорит о том что конец книги решит вот вот появились первые люди здравствуйте добрый день добрый день вот видите есть питерские из киевские главное чтобы было слышно 8 человек смотрят главное что было слышно вот вы мне просто ответьте в слышно ли все видно ладно бог с ним может быть и не видно но вот слышно слышно ли здравствуйте из киева здравствуйте саид всем всем здравствуйте эти приятны когда появляются люди да хорошо значит слышно или нет слышно слышно никто не реагирует ну я буду считать что слышно я буду так считать пока кто-нибудь и напишет что не слышно слышно отлично значит повторяю я сегодня хочу поговорить о исходе понятно что еврейский народ как народ возникает в результате исхода до исхода еврейского народа не существовало были евреи потомки авраама авраам был первый и ври и ври перешедший его потомки были евреи евреи юсеф говорит я потомок евреев евреи но это была семья это не был народ семья пришла или спустилась в митсраем я повторяю я буду египет называть митсраем на 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 еврейский лад и вот это вот семья в митсраеме за двести десять лет именно двести десять лет мы там прожили она стала большой огромный она жила в земле гошина она расплодилась и расстелилась по всему египту и вот пришло время исхода исход это колоссальное событие колоссальное событие событие очень непростой и я очень надеюсь на то что я вам попытаюсь рассказать или показать что это не пасторальное событие знаете вот напоминает художников про все эпохи просвещения там знаете такие сладкие фигурки они вот из тенистых рощ как-то выходят или на осликах или еще как-то и вот вот движутся и этом все очень хорошо исход на самом деле это ну я бы так сказал это очень похоже на глобальную катастрофу потому что исход это финальная завершающая этап строения мироздания вот мироздание начинается со слова берешит барай локим в начале сотворения всевышнем небо и земли это начало творения а исход это конец творения и последняя точка исхода это стояние у горы сина вот это вот финальная точка финальная точка творения поэтому исход это колоссальная история вот я попытаюсь показать что это такое значит двести десять лет мы проживаем на территории кто называется митсраем живем в земле гошин в земле хорошие плодородные заливные луга пасем стада хорошо нам там замечательно но потом умирают все сыновья якова яков умирает все его сыновья умирают приходит новый фараон и меняется вся политика то есть из двухсот десяти лет в восемьдесят шесть последних лет мы жили ужас вот с момента рождения мирьям мирьям к моменту исхода восемьдесят шесть лет вот к моменту рождения мирьям все меняется вот это вот семья семья оливье одна из колен значит арон мирьям а арон муше и тем бы как было мирьям восемьдесят шесть лет к этому времени а арону восемьдесят три года И Муше 80 лет. Вот это вот на момент исхода. Так вот, 86 лет мы потихонечку опускаемся, вот эта вот семья большая, в бездну страданий, которые нам устраивает фараон, Паро его зовут, и Митсраин, так скажем, и слуги фараона, рабы фараона, всех, кто вокруг него. Ну, может быть, соседи египетские к нам получше относятся. Сказано, что Всевышний сделали так, что они вам потом подарки всякие будут дарить, и мы уйдем с большим прибытком. Вот груженные ослы, груженные всякими дорогими подарками с нами будут, с золотом, серебром и прочее. То есть, не с пустыми руками мы уйдем из этого Египта, из этого Митсраима. И вот, 86 лет проживания вот в этой ситуации приводит, конечно, к катастрофе, крики, стоны. Всевышний их услышал, и начинается вся эта история. Кстати, первый, кто называет нас народом, первый, кто называет нас народом, это Паро. Он обращается к своим соплеменникам и говорит, вот, живет среди нас народ. Так он и говорит, живет среди нас народ. И если случится война, то он переметнется к врагу, то есть, станет пятой колонной, и, естественно, будет воевать против нас, а потом вообще покинет нашу страну, уедет и обязательно берет нас. Ужасно. То есть, вот с этого начинается, что он нас называет народом. Впервые. Но мы еще не народ, мы еще станем народом, но уже потенция есть. Народом мы станем угорысинами. Но для того, чтобы вывести эту группу людей, большую семью-народ, из Езипта нужен лидер. И вот этого лидера Всевышний находит в лице Моше, Моисея. Своеобразная история. История того, как он попадает сначала во дворец к дочери фараона, как он там воспитывается, как он вынужден покинуть свою родину, он убегает. Потому что те же самые братья евреи его предать хотят. Известно, что вот два еврея, имеется в виду Датан и Аверам, в дальнейшем они будут всегда фигурировать. Такие антиподы, противопоставления Моше. А они, в общем-то, предали Моше, и он убегает. И по существу, ему 20 лет тогда, и по существу 60 лет он живет в изгнании. Он живет в стране Медьян. Он, его жена Ципора, одна из дочерей Итро, верховного жреца. Там рождаются у него двое сыновей. И вот там история вот эта с горящим кустом. А нам всем известно. Надо ему сказать, что Моше за все 60 лет карьеры не сделал. Он как пас стада своего тестя, так и пасет. Я думаю, что он не амбициозен. Карьера его мало интересует. Он любит уединение и одиночество. Вот он любит уйти в пустыню далеко. И там вот со своими, не со своими, а с козочками там вот пастись где-то. Пастись и пасти их. И вот однажды, когда он уходит пасти эти стада Итро, он вдруг увидел невероятное. Он увидел какой-то горящий куст, который горит и не сгорает. Естественно, это его заинтересовало. Он подходит, звучит голос. Моше понимает, кому этот голос принадлежит. И дальше начинается беседа. Этот голос призывает Моше все оставить, вернуться в Египет и вывести народ из рабства. И дальше начинается препирательство. Сразу скажу, они длятся неделю. Вот неделю Моше не соглашается с тем, который является вот этим источником этого голоса. Не соглашается. Говорит, нет. Массу причин приводит. Массу. Но вначале он говорит три вещи, он говорит на самом деле. Кто я такой, чтобы пойти к фараону? Достоин ли этот народ, который ты хочешь спасти, чтобы его спасли? Ну, это я своими словами говорю. И что? Из Египта ты хочешь, чтобы я их вывел? Из Митсраима? Из этого рая земного, чтобы я их вывел оттуда? Ну да, у них есть временные трудности. Но они же пройдут. То есть, Моше категорически не согласен с тем, что, во-первых, он должен этим заниматься. И, во-вторых, что нужно евреев спасать. Не нужно. Совсем не нужно спасать их. Ими там хорошо. Этим и там хорошо. И более того, Египет это действительно рай земной. Я-то убежал оттуда, потому что причина была. Меня убить хотели, потому что я убежал. Так бы я никогда не убежал. Оттуда не убегают. И вот эта вот вся неделя, вот эти вот семь дней, это не случайные семь дней. Это не то, чтобы просто вот упрямый человек, упрямиться Всевышнему. Как можно упрямиться Всевышнему, я не знаю. Я думаю, что Всевышний специально, специально делает так, чтобы Моше не соглашался. Вот так же, как он делает, чтобы фараон не соглашался, чтобы все десять казней прошли по Египту, так он специально делает, чтобы Моше не соглашался. И вот на эти три возражения, кто я такой, кто они такие, из Египта, Всевышний ему демонстрирует на нем самом как бы три чуда, три фокуса. Первое с посохом, брось фосох, он превратится в змею, схвати ее за хвост, и она снова превратится в посох, причем головой вверх, хотя ты схватил ее за хвост, змея внутри себя перевернется, это первое. Второе, засунь руку за пазуху, вытащи, она покроется проказой, засунь снова, она излечится. И третье, возьми воду, вылей, и она превратится в кровь. Вот такая вот история. И надо вам сказать, что ни один из этих фокусов Моше в дальнейшем не показывает. И вопрос, а зачем, собственно, его учили, обучали этим фокусам, я думаю, что это на самом деле исправление. Вот эти вот три фразы, кто я такой, кто они такие, и Митсраим, вот это вот три слона, на которых зиждется мировоззрение или высказывание Моше, их нужно исправить. Кто я такой? Заниженное самомнение, самооценка. Да ты велик, он ему хочет сказать. Смотри, что ты делаешь. Ты посох, а посох это символ власти. Все пастухи ходят с посохами, но посох также и символ власти. Брось его, а он в змею превратится. А ты схватил земью, а змея раз, и внутри себя перевернулась, и снова посох, и ты властвуешь. Ты значимая фигура, ты посох в руке держишь, и как бы он там не крутился, он у тебя всегда в руках, и ты власть. Это первое, он исправляет его заниженную самооценку, он ему поднимает. Второе, у тебя есть плохой язык, ты говоришь плохо о том народе. Ну да, там есть два человека, которые тебя предали, но это не значит, что весь народ плохой. Поэтому, а за другой, за дурной язык, лошон ратуш, называется проказа. Мы помним, что будет с мирьям, поэтому вот засунь руку за пазуху, получи проказу, а потом излечись. Излечись от дурного языка, которым ты поносишь, в общем-то, свой народ. Народ тут ни при чем. Так что, если там кто-то плох, это не значит, что все плохи. Это второе и третье, Митсраем, ты гордишься этой страной, ты считаешь это рай земной. Ну да, там есть Нил, Нил все там удобряет, поливает, благодаря ему благосостояние Митсраема растет. Так вот, за секунду можно вот всю эту благодать, Нил, воду, в кровь превратить, а она смердит, а она смердит. Так что, Египет велик, да, велик, но это временно, секунда, и он становится никем, он начинает смердеть. Поэтому вот эти вот три фокуса, это не для того, чтобы демонстрировать, для того, чтобы привести Муше в нужное состояние. То есть, Муше изначально не хочет идти и считает это неправильным и ненужным, несмотря на то, что сам Всевышний ему говорит. Поэтому Всевышний, утяжеляя его сердце, на самом-то деле готовит Муше для того, чтобы тот стал лидером. И в конце концов, он его приготавливает к этому, он соглашается, он соглашается. Ведь самый последний момент, когда он исчерпал все доводы, что говорит Муше? Знаешь, что говорит? Пошли кого-нибудь другого, ты имеешь там массу претендентов, пошли кого-нибудь, пошли того, кого ты посылаешь всегда. Не меня, а кого-то. И дальше написано, и разгневался Всевышний. Всевышний может и гневаться. Я понимаю, что он демонстрирует этот гнев по отношению к Муше. А почему так написано? А представьте себе, в дальнейшем, ведь Муше и Арон будут почти ежедневно приходить к фараону, морочить ему голову. Фараон, первый человек на земле, да? И в конце концов, фараон начнет гневаться. Фараон начнет сердиться, и гнев ему будет немалым. И его гнева многие боятся, в том числе и Пуше и Арон. Так вот, должна быть прививка против гнева. Гнев Всевышнего – это прививка для Муше против любого гнева. Если он выдержит гнев Всевышнего, он выдержит и гнев фараона. Поэтому даже гнев Всевышнего – это последняя инъекция, которую получает Муше, чтобы быть готовым к происходящему. Ну, замечательно. Значит, вот он готов, он отправляется. Я пропускаю замечательный момент, то, что случилось в гостинице по дороге, когда он вдруг не умер, потому что нужно было обрезать второго сына, он его не обрезал. Это отдельная история. Я перехожу к нашей недельной главе, которую мы будем читать в эту субботу, да, в А.Р.А. И увиделся. Меня здесь вот что интересует. Меня интересуют имена Всевышнего. Сказано с самого начала так. «И говорил Элоким, имя Элоким, к Моше, говоря ему, я, и дальше идет четырехбуквенное имя, Юд, Гэй, Вав, Гэй, мы говорим, когда читаем Адунай, милосердный, и увиделся Аврааму, Ицхаку, Якову под именем», и дальше идут три буквы Шин, Далет, Юд, Шадай. То есть, смотрите, во-первых, очень интересный момент. Как называется наша глава недельная? В.Р. Как вообще появляется название глав? Берется первое значимое слово. Первое значимое слово из первого посылка. Мы ведь знаем, что свиток Тары, он не делится ни на какие куски, ни на главы, ничего. Там идет подряд. Только вот книжки отделяются друг от друга. Первое, второе, третье. А главы не делятся. Главы – это вот то, что наши мудрецы поделили для того, чтобы за год прочитывать все там главы. Количество недели, количество глав совпадает и за год. То есть, там, где они останавливаются, говорят, вот здесь кончается одна глава, начинается другая глава. Вот так смысл. Берется первое смысловое слово, и оно является названием для главы. Поэтому глава не всегда, название главы не всегда выражает общий смысл, потому что в главе могут быть много тем. Много тем. Так почему же в нашем случае не взято первое значимое слово? Взято слово из второго стиха, второй пасух. Смотрите, первый пасух у нас, значит, шестая глава, второй пасух – это первое стих. А второе – это гимнел, третье, да? Именно первое слово из третьего пасуха. То есть, не в начале. Почему? Почему наши мудрецы изменили своим традициям, не взяв? Видимо, вот это слово «ва-эр-э» им очень и очень понадобилось. Они посчитали, что здесь какой-то очень важный смысл лежит, и нужно взять именно второе слово, слово второго стиха, а не первого. Вот так они решили. Это же волонтаристское решение, да? Но, по крайней мере, в двух этих стихах мы видим три имени Всевышнего, да? Первое – Элоким, то, что и под этим именем он сотворил весь мир, да? Гематрия этого имени 86 – такое же, как гематрия Тева – природа, Элоким. Второе – это «я» и четырехбуквенное имя идет – Юдгей Вавгей. Под этим именем он сотворил человека, и мы говорим, что через это имя четырехбуквенное, которое, ну, вот в соседней лиге называют Яхвы, но мы так не говорим, мы не называем, мы не читаем эти буквы, мы говорим, что это просто вот, знаете, как математические знаки – Юдгей Вавгей, они имеют смысл, но мы их не прочитываем, мы говорим слово «Адунай» – «Господин мой», и говорим, что это четырехбуквенное имя, оно выражает принцип отношения милосердия. И говорит он, что нашим праотцам он вообще являлся под совершенно другим именем – Шиндалет Юд, Шадай. Три имени, три имени и три разных свойства, три разных свойства. Мы понимаем, что у Всевышнего нет имени, одного имени нет, в еврейте нет слова «Бог», нет такого слова, да? Есть имена Всевышнего, в чем мы говорим «Сеатара» – это имена Всевышнего, да? Но есть конкретные имена – Элоким, в данном случае, творящий природу, Юдгей Вавгей, творящий человека, и вот это вот Шадай, которое проявляется к нашим праотцам. Кстати, на Мезузе, на любой Мезузе, вот, которая на косяках двери нашей, там всегда есть либо буква Шин написано, либо полное имя Шадай. Именно на Мезузе пишется это имя, и это имя, оно очень интересное, это очень интересное. Допустим, если Элоким, Элоким – это законы, жесткие законы мира, суд. Я не могу изменить эти законы, я не могу препятствовать законам, по которым существует этот мир, физический мир. Я должен только быть в русле этого, я могу их изучать, я могу их использовать, эти законы, я не могу на них влиять, они мне не подвластны. Если я ненароком выпрыгну из четвертого этажа, я не полечу, даже если буду безумно быстро махать руками, не полечу. Просто вот рухну камнем вниз, и все. Закон всемирного притяжения, ничего не поделают. Поэтому, вот, да, Элоким – это суд, суд. Юдгей Вавгей – это милосердие, это преодоление суда, преодоление суда. И вот шадай, что такое шадай? Шадай – это, по существу, он тоже близок к суду, не к милосердию, а к суду. Но что это за суд? Это суд, который в нашу пользу. То есть, вот, все, что я не делаю, никаких изменений мира я не вижу. Никто не течет вспять, никто, ни камень не летит вверх, а вниз. Все идет по законам этого мира, но только очень удачно, только очень удачно. Вот я вот поступил на работу, и работа замечательная, и платят мне классно. И я вдруг вот захотел, встретил, очень понадобился мне мой друг. Иду я по большому городу, раз, встретил его. Случайность. Вот, случай подвернулся. На самом деле, никакой не случай, это и есть тот самый трехбуквенный шин дали тьют. То есть, это когда все происходит в мою пользу. Причем, по законам природы, никакой природы, никаких законов не нарушают. Так вот, именно под этим именем, именем суда, именем строгих законов, но в нашу пользу, я являлся нашим праотцам Аврааму, Ицхаку и Акову. Причем, смотрите, очень интересно. Ведь всякий раз он говорит Всевышний Авраама, Всевышний Ицхака и Всевышний Акова. То есть, он три раза, и тем самым подчеркивает, что да, что каждый из них он воспринимал Всевышнего по-своему. Почему? Потому что у каждого из них было свое качество. Мы же знаем, что Авраам – это главное качество, то, что называется хесед, хесед – справедливость, милосердие, справедливость, точнее, да, это точно сфера справедливости. Ицхак – это гвура, сила, мощь, суд. То есть, Авраам – правая сторона, Ицхак – левая сторона, и Яков – это перемешивание. Когда хесед, вот это вот милосердие, в общем-то, связывает суд, Акидат Ицхак, связывание Ицхака, связывает суд, и тогда возникает тиферет. Тиферет – это качество Якова, и оно ближе к тому, что мы называем рахами, милосердие. И только тогда начинает создаваться еврейский народ, когда хесед связывает гвуру, когда Авраам связывает Ицхака. В этом ведь смысл Акидат Ицхак. Не в том, что нужно было, собственно, сынишку там зарезать. Нет, конечно, не в этом дело. Дело в том, чтобы вот эта самая правая сторона связала левая сторона, встала на первое место, не так, как в акте творения. Там ведь Элоким на первом месте, а Юдгей в Абгей потом возникает, на втором месте. Так вот, теперь нужно их поменять местами. Нужно, чтобы милосердие было на первом, суд на втором. Тогда возникает Яков, и тогда начинает создаваться еврейский народ, и все 12 сыновей – это уже создание еврейского народа – это из тиферет, из милосердия. Мы видим, что у них разные качества. Они как бы проявляются под разными качествами. Однако, всем им является Шадай. Не по-разному, хотя у них разные качества, и мы говорим «Бог такого, Бог такого, Бог такого», но он говорит им только как Шадай. Когда они меня воспринимали, мир не изменял свои законы. Все шло своим чередом. Ты же сейчас меня узнаешь под именем Юдгей в Абгей, а это то имение, которое выходит из духовных миров. Ведь милосердие всегда вверху. Вот Элоким, он внизу, да, а милосердие вверху. Потому что милосердие преодолевает нижние законы. Чтобы проявить милосердие, нужно отменить нижний закон. По нижнему закону 15 лет лет правопереприски. А мы говорим «Нет, нет, милосердие, надо отменить это, он уже покаялся». Милосердие – это такой, знаете, волюнтаристский способ отменить закон. Поэтому, когда возникает Юдгей в Абгей, возникают чудеса, то, что мы называем чудеса. То есть, казни, все казни – это какое-то преодоление земных законов. Возьмите град, это вода и огонь вместе, взятые. Вдруг возникает что-то невероятное. Все первенцы раз и умирают в одночасье. Вода в кровь превращается, жуть какая-то. То есть, а дальше, дальше еще хуже, дальше вот море будет расступаться. Это же все законы мира, законы материального мира начинают меняться. Это значит, в мире появляется Юдгей в Абгей. То есть, сверху начинает спускаться милосердие, и оно начинает вымешиваться в этот мир. Это ужасно. И законы этого мира начинают просто меняться, он их просто отрицает. И поэтому вода, которая никогда не стоит стеной, она вдруг стеной встала. То есть, все наше существование в пустыне, по существу, это существование в этих облаках славы, это под эгидой вот этого четырехбуквенного имени Юдгей в Абгей. Когда оно вмешивается, мир начинает изменять свои законы. Хорошо ли это для нас? Плохо. Я думаю, что плохо. Потому что вот милосердие Юдгей в Абгей должно быть сокрыто. Поэтому мы даже этого имени не говорим. Мы говорим другое имя. Элоким должен проявляться. Это законы. Это законы этого мира. А Юдгей в Абгей должен быть сокрыт. Иначе мир просто рухнет. Так вот он ему говорит. Я проявился вот под этим именем. И сейчас начинается новый, новый, абсолютно новый этап строительства мироздания. Наши мудрецы говорят очень интересную вещь. Они говорят так, что все сущее делится на две части. Одна часть называется Митсраим. Вторая часть называется Ицраэль. Митсраим – слово ми-цар. Цар – это узкое, болезненное. Из узкого, болезненного. Исраэль – яшар-эль. Прямо к Богу. И вот есть два начала. Есть Митсраим – это по существу материальность этого мира. Она болезненна, только она болит. Ведь материальность только болит. Духовность не болит никогда. Материальность – она узкая, она болезненная. Она умирает. Она рождается, вырастает и умирает. Поэтому есть болезненные процессы умирания. И это Митсраим. А Исраэль – яшар-эль прямо к Богу. Значит, если они говорят, что все сущее – это два. Или Митсраим, или Исраэль. И когда мы читали книги Шмот, мы говорим, вот имена сыновей, приходящих в Митсраим. В настоящем времени приходящих. Мы все время приходим в Митсраим. Естественно, мы находимся в Митсраиме. Мы находимся в материальности. Пока мы живы, у нас есть тело. И потребности его – это Митсраим. И вот из Митсраима мы должны выйти. Конечно, сами мы оттуда не можем выйти. Нас могут вывести оттуда. При наличии вот такого лидера, как Муше. Единственный лидер, как Муше. Поскольку он может воспринимать Всевышнего. Все остальные, когда начинают, когда Юдгей в Афгей начинает проявляться к остальным, они просто начинают умирать. То, что было у Гары Синай. А Муше это выдерживает. Он готов к этому. Поэтому вот этот вот посредник между Юдгей в Афгей и всем народом будет Муше. Слово лимшох, вытягивающий. Не мы его вытягиваем, а он нас вытягивает. Да. Получается, что на самом-то деле, что такое выйти из Египта? Выйти из Египта – это значит из Мицраима попасть в состояние Исраэль. То есть, не просто возникает народ Израиля. Возникает состояние Исраэль, второе состояние. И в дальнейшем весь мир будет состоять либо из Мицраима, либо из Исраэль. Как правило, большую часть жизни все люди проводят в Мицраиме, но они время от времени могут выйти из Мицраима. Или быть выведены из Мицраима. Что мы празднуем в праздник Пейсах? И каждый день мы пытаемся выйти из Мицраима. И нам даже дана инструкция, которая называется Тара, Тара письменная и устная, которая помогает нам выходить из этого Мицраима. То есть, это такой процесс непрерывный. Сидим в Мицраиме, выходим в Мицраим, возвращаемся в Мицраим, выходим в Исраэль. То есть, исход евреев из Египта – это по существу строительство второй части мира. Которое называется Исраэль. Благодаря которой в дальнейшем мир сможет пройти исправление и вернуться в состояние Ган-Эден – рай. Вот что такое выход из Египта. Вот какая история. И вот на волне этой истории и создается как бы носитель этого качества Исраэль, вот эта группа людей, которая состоит из семьи и пришлых. Ведь наш народ – это не только семья. К ней же примкнуло огромное количество людей. И вот эти вот люди на самом-то деле вместе с семьей и составили Ам-Исраэль, который стоял у горы Синай и видел вот это вот божественное откровение. То есть, то, что мы называем «получил Тару Всевышнего». Поэтому исход – это не только возникновение народа, это строительство второй части мироздания. Первое – Митсраэм, Элоким, Тева, природа были выстроены. Потом там появился человек-носитель четырехбухиного имени. А теперь возникло это имя во всеоружии. И она выводит группу людей, чтобы создать вторую часть мироздания, которая называется «Исраэль». Исход – это творение второй части мироздания, апифиоз, который произойдет у горы Синай. Вот я вот в этом очень коротко, вам очень коротко просто намекнул на это огромное событие, чтобы вы были в контексте. И смотрите, семь дней Муше спорит со Всевышним. Семь дней творец творит все сущее, и семь дней он творит Муше. Для второго акта творения, для создания второй части мироздания, которая называется «Исраэль». Так, теперь я хочу посмотреть, может быть, есть какие-то вопросы. Я пролистаю все, и если есть какие-то вопросы, то я, конечно же… Слышно, слышно, слышно. И видно, и слышно. И видно, и слышно. Звук отличный, что он в основном сносим так вот так. Кли. Совершенно верно, да. Сосуд. Да, да. Да. Спасибо по всяким вот высказываниям. Нет, не только Россия похожа на Мицраэм. Мицраэм – это общее название. То есть, я бы сказал, что весь материальный мир – это Мицраэм. Весь материальный мир. Мицар. Мицар. Из узкого. Из узкого не в том смысле, что это узкая страна. Из узкого – это из болезненного. Материальность болезненна. Поэтому все сущее материальное – это Мицраэм. Поэтому я не говорю Египет. Египет – это больше страна. Мицраэм – это весь материальный мир. А Исраэль – это выход из материального. Оно тоже находится… Оно не находится… Исраэль не находится по ту сторону жизни. Оно по эту сторону жизни. Это как суббота, как шаббат. А шаббат находится в нашей жизни. Но это время насыщенное. Это время насыщенное энергией благословенное и время Всевышнего. Исраэль тоже ближе ко Всевышнему. Хотя в этом мире, в этой жизни – это не та жизнь. Ты, находясь в состоянии Исраэля, ты еще в этом мире находишься. Но твоя духовность доминирует на твоей материальности. Вот это, наверное, Машех бен Юсеф. Машех из семьи Юсефа. Когда есть и материальность, и духовность. Но духовность выше материальности. Вот это и есть Исраэль. Когда материальность выше духовности, это и есть Мицраэль. Так что и Россия, конечно, похожа на Мицраэль. Совершенно верно. Совершенно, Татьяна, совершенно верно. Конечно же, сомнения в Мушех для того, чтобы их преодолеть. Я думаю, что все, что делает Всевышний, он организует некий процесс, для того, чтобы пройдя его, человек приобретал некие качества. Рождаются сомнения в Мушех для того, чтобы их преодолеть. И чтобы он что-то получил. Хотя бы устоял против гнева фараона. Значит, он должен получить некую прививку. Удар. То есть, нужно его натренировать. Надо его бить, бить, бить. Он будет держать удар тогда. И тогда удар фараона он выдержит. Я думаю, что так. Так. Зависит ли милосердие Всевышнего от поведения народа? Я думаю, что и да, и нет. И да, и нет. Вот вы знаете, на самом-то деле сказано так, что ведь спасение придет не тогда, когда мы полностью исправимся, а когда оно должно прийти. Когда оно просто, оно может прийти в разном виде. Спасение, ведь сказано так, мы можем либо опуститься, опуститься на самое дно, и тогда придет спасение, да. Но оно будет просто очень тяжелым, изнуряюще тяжелым. А мы можем совершить исправление, что невероятно. Но в принципе, можем совершить исправление, и тогда мы поднимемся, и это будет тоже исправление. И тогда придет спаситель. Я думаю, что первый вариант, когда мы опустимся, он более реальный, потому что приходят все более тяжелые души. Не более легкие, а более тяжелые, поэтому мы, конечно, опускаемся вниз. И поэтому не всегда исправление приведет к спасению. Может быть и неисправление. Это не обязательно, что исправление приведет к спасению. Мы говорим, если я о частном человеке, что мой образ жизни и мое поведение, моя попытка сделать шуву, покаяние, оно, конечно же, влияет на тот приговор, который будет мне вынесен. Но это не все 100%, потому что все равно приговор окончательно проучить там, наверху. И я нахожусь в цепочке, это не только я один связан, еще 4 поколения туда, еще 4 поколения сюда. Я нахожусь среди своего народа, я как член своего народа. Поэтому там счет гораздо сложнее, чем просто вот покаялся, спасен. Нет, это не у нас. У нас, во-первых, коллективно и наказывают его, и каятся, ну и индивидуально. И поэтому помните так, что спасение придет тогда, когда оно должно прийти. А вот каким путем оно придет, во многом зависит от нас. Каким будет это спасение? Так. Ну, все. Всего хорошего. Больше вопросов нет. Я вам всем желаю хорошей субботы, шаббат, шалом. Ну и, конечно, читайте, думайте, размышляйте. И главное, не забывайте. Исход – это финальная часть сотворения всего сущего, которое называется «Создадим же теперь Исраэль». Митраем мы создали, теперь мы создадим Исраэль. Соединим это вместе, и тогда человечество начнет функции анировать. Всего хорошего. Шаббат шалом. Субтитры создал DimaTorzok